И куда это мы едем с утра пораньше? Сегодня мы едем по грязи Тейли. Мест на парковке не оказалось, там доступно всего три места, остальные закрыты, поэтому мы припарковались у дороги, забуксовали, ну вроде со второго раза получилось. Так, много парковочных мест, но их пока что закрыли, свободно только, вернее занято. Три места больше нет. Ну что, мы начинаем то, к чему готовились уже больше года. Сегодня мы поднимаемся на Тейды пешком, для этого случая я купил даже эту модную шапочку с полями. Мы сегодня встали ближе к 7 утра и полдевятого уже были у старта, попили чаёк и отправились в путь. В горах очень непредсказуема погода, то ветер и холод, что одеваешь штаны, ветровку и кофту и даже шапку, а через пять минут ветер утихает и хочется, чтобы на вас была только футболка и шорты. Мы тут забираемся на Тейде, а работники ездят на машине. А чё, так можно было? Всё, халява кончилась, теперь начинается жесткая часть маршрута, уже не по широкой дорожке, а по горной, извивающейся тропинке, которая ведёт на вершину Тейды. Высота уже чуть больше 2800, уже появляется отдышка, подниматься становится тяжелее, чувствую себя старше пока что лет на пять. Мы добрались до Рифукио, Альтависта. Здесь можно забронировать койко-место, вечером подняться, заночевать ночью, посмотреть на звёздное небо, а утром подняться к вершине Тейды. Уже осталось, наверное, одна треть от пути, мы немного отдохнём и продолжим наш путь. Видно большую кальдеру вокруг Тейды, это гора Гуахара, недавно мы поднимались туда, с неё самый лучший вид на Тейды. Кайфовенько с Леной сидим около базы Альтависта, заточили яблочко, наблюдаем за чудесным видом. Градусник показывает 15 градусов. Появилась макушка Тейды, идти всё сложнее и сложнее из-за того, что большая высота и не хватает воздуха. Вот сейчас я чувствую себя уже на 10 лет старше. На этой высоте быстрее устаёшь, больше отдышка, сердце бьётся сильнее и хочется спать. Это удивительно, мы добрались до верхних смотровых площадок, совсем скоро появится верхняя станция канатной дороги, так как ничего сегодня не работает, мы здесь гуляем одни. Верхняя станция канатной дороги, как я говорил, сегодня ничего не работает, поэтому ни единой души наверху. Здесь должны проверять пропуск. Мы с Леной как путёвые сделали пропуск на сайте. Как делать пропуск я говорил на сайте испаниягид.ру, там есть полная инструкция. Вот так весело третётся Миша на вулкан Тейды. Мы на высоте 3570. На этой высоте каждый метр высоты даётся очень сложно. Мы как старички отдыхаем через каждые 5-10 минут. Что мы видим сверху? Это станция канатной дороги, от неё идёт дорога к смотровой Пикавьеха. Пикавьеха где-то здесь. В долине мы видим отель Парадор. Перед облаками гора Гуахара. Откуда отличный вид на Тейды в обратную сторону. Мы наконец-то добрались до кратера. Вот так выглядит Тейды на макушке. Если присмотреться, видно как через фумаролы выходят жёлтые пары серы. Эй, Тейды! У тебя какое-то несвежее дыхание. Похоже, кто-то переел тухлых яиц. Долина Аратава, как всегда, покрыта одеялом из облаков. Мы на самой высокой точке Испании. Пик Тейды. 3818. Пол шестого. 3718 метров. Многие видели вулкан Тейды снизу. Но так выглядит его кратер. Сходил на Тейды, теперь можно и поесть. Вот мы и забрались на вулкан Тейды. Начали свой маршрут от Монтани и Бланка. Ходили 10 часов. Перепад высот 1300 метров. Маршрут очень сложный, имейте ввиду. Но если хотите его немного упростить, то можно, например, наверх подняться пешком, а спуститься на канатной дороге. Эй, Буш, странный ковбой. Тихо, 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 тихо.